Владимир Плохотнюк с Игорем Дадоном разделяет не только сферы влияния в стране, но и официальные праздники. Так, Дадону разрешено отпраздновать концертом День освобождения Молдовы, 24 августа, пригласив российских артистов. А 27 августа, на той же сцене, Владимир Плохотнюк будет отмечать День независимости с другими артистами, тоже российскими. Усатый отметил, что социалисты неумело пытаются копировать ранние действия нашей партии, в частности масштабные концерты. На что-то свое у них потенциала не хватает. Кстати, скопирование социалисты и начинали, украв у коммунистов идею социальных маршей полностью, вплоть до малейших деталей сценария. Принимать участие в организации празднования Дня независимости Плохотнюк Дадону запретил. Они с Плохотнюком, чтобы вы знали, даже расписали на год вперед все официальные праздники, где можно участвовать Дадону, где нельзя. Например, вся страна готовится у нас к Дню независимости. Например, этот Плохотнюк запретил Дадону организовывать концерт. В результате он разрешил Дадону отпраздновать 24 августа, День освобождения Молдавии. Дадон, вместо того, чтобы бороться с Плохотнюком, он сидит целыми днями, он по тренчатам и другие. Они пытаются выучить какую-то песню Гришу Лепса. Дадон начал давить на Лепса через разных людей, чтобы Лепс спел вместе с ним 24-го в Кишиневе на площади. А Плохотнюк с Киркоровым и остальной Голубизной должны праздновать День независимости 27 августа. Они опять ставят общую сцену. Игорю Дадону также разрешили устраивать куматрии в государственной резиденции. Впрочем, все равно повара и обслуга там от Плохотнюка. Единственное, что он ему, наверное, не расписывал, это меню на куматрию ребенку. И это Плохотнюку просто не надо, потому что повар, Будадонов, Кондрицы и официант, они тоже Плохотнюковские вместе с охраной и так далее. То есть он просто обложен со всех сторон.